Помогать всеми силами в Сургуте продолжают сбор коробок добра. Их отправляют в зону специальной военной операции, а также в новые регионы Российской Федерации. Отмечу, что такого рода посылки наполнены предметами первой необходимости. Это продукты питания и личной гигиены. Кроме того, активисты совместно с молодой гвардией помогли школьникам и студентам доставить военнослужащим добрые весточки из дома в рамках акции «Письмо солдату». Волонтеры вкладывают детские телеграммы в посылки, которые предназначены военнослужащим. Город Сургут на самом деле впереди планеты всей 2014 года. Поэтому работа идет активно. Но здесь надо не забывать еще, мы говорим про молодежь, про жителей ПВР. У нас ведь очень активную позицию занимают люди старшего поколения. Серебряные волонтеры у нас на складе уже год, более года с начала спецоперации. И за дня в день, без выходных и проходных, то есть сидят, собирают помощь как для мирных жителей, так и для военнослужащих. Это пенсионеры, которые из своей пенсии покупают продукты питания, чтобы сформировать коробки добра. Содействие в сборе гуманитарной помощи оказывают те, кто не понаслышке знают, в чем нуждаются жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Молодежь Сургута и дети, пока пребывающие в пунктах временного размещения, тоже передают продукты и помогают упаковывать коробки. Две сестры, Екатерина и Вероника Просол, увидели информацию о сборе гуманитарной помощи в интернете и решили присоединиться к волонтерской миссии. В интернете посмотрели, что сейчас идет сбор гуманитарной помощи, чтобы отправить на Донбасс. Нам стало интересно, мы тоже решили принять участие. А почему? Ну, просто очень интересно это. Также мы прекрасно знаем, как тяжело сейчас там находиться и что нужно туда. Поэтому решили собрать, приехать сюда, упаковать и отправить.